На календаре у нас июль и все оренбургцы разъехались кто на море, кто на дачу. Что же делать тем, кто остался в городе? Именно об этом мы сегодня расскажем. Мы это я, Алексей Чернов и моя соведущая Дарья Казакова. Ну а в гостях у нас сегодня президент федерации фехтования Паренбургской области Эрик Хамзин. Привет! Добрый вечер! Театральные сезоны в местных театрах закончились. Теперь можно будет посмотреть спектакли только в сентябре. Вот вы вообще как? Ходите в театр? Когда последний раз были? В последний раз был месяц два назад. У моей мамы оперная певица и я на сольные концерты ходил. Потому что я с культурой тоже дружу немножко, так как у меня вот родители все в культуре. А какие постановки из тех, которые вы видели, прямо запомнились, засели в душу, которую вы всегда вспомните? Банально Ромео и Джульетте. Это самое такое, которое на меня вдохновило. И после вот этой оперы я ходил, начал ходить регулярно в театры. Это было в Питере, но еще я смотрел в Москве эту же оперу, только в Москве, когда был на сборах, когда еще был сам спортсменом. А в драматическом театре у нас когда в последний раз были? В Оренбурге у меня в одном театре еще не было. Сам недавно узнал, что в Оренбурге есть любительский театр. Например, вот наш Солярис. О любительских театрах что-то слышали? Нет, ни разу не слышал, не видел. В общем, Даша, получается, любительские театры, поправь меня, если я вдруг скажу неправильно, это они ставят свои, так скажем, спектакли, причем показывают их не где-то в театре, а на улице. Вот, такой формат вам как вообще? Интересен или нет? Если бы вот завтра узнали, что завтра где-то будет проходить? Нет, идея интересная, чтобы приобщать людей к культуре, причем это бесплатно. Мне кажется, в России, причем и в Оренбурге все люди любят халяву и будет легко оккультуриваться благодаря вот этому проекту. Итак, новый уличный сезон театра Солярис стартует 5 июля в 19.30 на Советской 20 около библиотеки Крупской. Прийти и посмотреть можно бесплатно. Вы любите читать книги? Какие книги читаете и что может из последнего? Успеваете ли вы вообще с вашим графиком? Честно, я пытался начинать читать по вечерам после работы, но у меня вот последние два года такой плотный график, хоть после того, как я переехал сюда, что у меня даже сил прочесть там две странички, я начинаю читать и сразу засыпаю. Наверное, в последний раз я читал книжки на сборах, когда было очень много времени между тренировками, но тогда было время почитать, сейчас нет. У нас в городе на самом деле есть целый клуб любителей не только почитать, но и обсудить. Наверняка слышали про сам формат книжного клуба, вот сами бы пошли в такой? Сам бы не пошел бы, потому что, ну опять же, все упирается во время, но другим посоветовал бы. Если бы вы все-таки решились пойти или, скажем так, ну даже, может быть, не в клуб, а вот где-то с друзьями сесть и обсудить книгу, какую бы книгу вы захотели обсудить? Вот вы говорили, что до этого все-таки у вас было время читать. Какую книгу настолько вам запомнилось, что вы хотите обсудить с кем-то и понять, допустим? «Три мушкетера», «Дюму» обсудил бы с кем-нибудь, с таким же мушкетером, как я. А что-то более современное может быть? Не вспомню даже книгу, которую я прям полностью до конца дочитал и которая там концовка мне запомнилась. Читал я больше, знаете, для чего. Мне без разницы было, что читать. Главное, держать себя в тонусе, в голове, потому что там очень много мыслей перед соревнованиями. И чтобы не думать о предстоящем старте, я занимался какой-нибудь книгой. Собрание клуба «Ад Астро» пройдет 5 июля в 19.00 на Советск, 48. Обсуждать будут книгу «Харпера Ли» «Убить пересмешника». Придеть участие в обсуждении можно совершенно бесплатно. Вы, как человек, скажем так, недалеко от спорта, вроде располагающийся, вот вы ведете здоровый образ жизни всегда принципиально? Да, принципиально. В моей жизни не присутствует алкоголь совершенно. И сигареты я тоже не курю, потому что считаю, что я же сейчас в первую очередь тренер. И пример для своих спортсменов и детей, что тренер не должен позволять себе такие вредные привычки. Я всегда запомнил слова моего тренера про воспитание детей. И про родителей он говорил. Если родитель будет каждый день говорить, что «заправляй постель за собой» и сам при этом не будет заправлять постель, то ребенок тоже не будет заправлять. Сколько бы ему ни говорили, сколько бы его ни наказывали, он все равно не будет заправлять свою постель. Ну вообще, больше вопрос в том, нужен ли каждому человеку спорт. То есть, должны ли мы все чем-то заниматься или может быть достаточно просто зарядки с утра? Ну, профессиональный спорт не для всех, потому что, ну как бы говорят, что спорт – это здоровье. Но когда дело касается профессионального спорта, здоровье уходит на второй план. Все спорты термоопасны, будь там плавание, будь там футбол, там уже ни о каком здоровье речи нет. А зарядка, да, и фитнес-зал – это, мне кажется, самый оптимальный вариант для простого человека. Вот, кстати, насчет зарядки. Получается же у нас каждое утро на стадионе Оренбург проходят групповые пробежки. Были на них когда-нибудь или как вообще вам такое, когда люди объединяются все вместе и вместе бегают? Нет, не бывал, мне своих пробежек за свою карьеру хотел, и поэтому я как-то по утрам сейчас больше сплю, сейчас делаю зарядки и бегаю. Люди, которые, допустим, хотят начать бегать, им кто-то скажет, вот есть групповые пробежки. Это их больше смотивирует или они такие, ну, перед кем-то бегать, да, я сейчас там выдохнусь, и на меня все смотреть будут и смеяться? Не то, что выдохнусь, там, если человек, ну, грубо говоря, толстый и хочет похудеть, то ему этот формат не подойдет, потому что он лучше вечером, когда темно, будет бегать. Ну, вот помимо пробежек, там также есть и зарядки групповые, только вот с тренером, и мне, правда, искренне и любопытно, неужели можно, занимаясь просто какими-то простыми физическими упражнениями, нести себе вред, что нужен инструктор обязательно? Ну, на самом деле можно, да, если делать какие-то изощренные упражнения в зарядке. Если делать обычные, там, наклоны, повороты, там, кисти, локти, это никак не навредит. Итак, групповые зарядки и пробежки проходят на стадионе Оренбург, это на Малой Земле. Каждый день с понедельника по пятницу в 8 утра, а с субботы по воскресенье в 9. Я знаю, что недавно совсем вы были на сборах в Башкирии, вот расскажите вообще, как прошло? Ну, вот эти сборы проходили в рамках подготовки к международным играм. Вот сейчас в Уфе будут проходить 53-е международные игры всемирные, и вот уфимская команда сборной Республики Башказахстан решила сделать сбор для тех, кто участвует в международных играх. Сначала я сомневался, думал, детям не особо понравится этот формат, потому что уфимские ребята более подготовленные, более физически развиты, а мы, у нас секция 2 года всего существует, и федерация тоже, и нам, мне казалось, что нам будет сложновато с ними идти играть. Но мы приехали, дети издружились с теми ребятами, с уфимскими, и как оказалось, то, что мы уже готовы и тренироваться такими сильными рядами, как и вот ребята из Уфы. Формат сборов, он вообще для спортсменов полезен, в принципе, или лучше индивидуальные какие-то тренировки? Если работать над техникой, то лучше индивидуально подходить к тренировкам. Если все-таки набор боев или набор общей физической подготовки, лучше это делать на сборах или групповых занятиях. Какие федерации планы на будущее? Сейчас что-то предстоит, какие-то события, выезды? Основное – это международные игры детские. Выиграть там медальку, потому что если мы выиграем медальку и привезем медальку с международных детских игр, то для Оренбурга это будет такой фурор, не только в плане федерации фехтования, а вообще в общем, из всех видов спорта. У нас планируется еще один выезд на сбор на ту же базу в Ашкирию. И вот, пользуясь случаем, хотел бы всех своих спортсменов пригласить на эту базу, на этот сбор. Я знаю точно то, что всем детям, которые были на первом сборе, всем понравилось, но мне было бы приятнее, если были следующие 20 человек. То есть не те же самые спортсмены, а потому что я хочу познакомить с природой Башкирии еще таких спортсменов, как вот на первом сборе были. Вот если я правильно понимаю, вы уже федерации два года. Как за это время изменилась федерация? Было где-то человек 25-30, которые такие активно ходили на фехтование. Сейчас у нас около 200 человек в федерацию спортсменов. Для сравнения, сегодня тоже называли цифры, вот центр дзюдо же есть на новый. У них около 600 человек. То есть у них давно существует, это уже федерация, и для них отдельное здание построили. А у нас два года и 200 человек. Я считаю, что это такой стремительный темп, мы очень хорошо развиваемся. Как считаете, вообще фехтование это популярный вид спорта? В крупных городах, да, потому что в крупных городах, таких как Москва, Питер, это считается элитарным видом спорта. То есть туда стремятся, как сказать, попасть элита, и это считается модным заниматься фехтованием. Для нас в Оренбурге это пока не совсем модно, потому что не все знают про такой вид спорта. Мы как бы на стадии раскрутки этого вида спорта. Допустим, возьмем бильярд, да? Бильярд всегда интересно играет всем, но интересно играть самому. Как в него играют, смотреть, но не интересно. Фехтование такой же вид спорта, которым интересно больше участвовать или смотреть тоже интересно? Мне кажется, и участвовать, и смотреть тоже интересно, потому что схватки зрелищные. Ну и смотря на какой вид оружия попасть, там всего три вида оружия. Если попасть на саблю, это самый зрелищный вид оружия, где там рубят друг по друге. Интересно очень смотреть. Правда в том о нашем городе, что в летнее время вот только музеи у нас и работают. И преимущественно, кстати, музеи ИЗО. Вам вообще близко визуальное искусство? Я, естественно, никогда не понимал, в чем, ну так сказать, кайф приходить и смотреть на картины. Просто приходить и восхищаться, как нарисовали. Ну можно пару раз, но не ходить каждый раз по музеям и смотреть на эти картины. И я с вами в какой-то степени согласен. В том плане я тоже на самом деле очень долго не понимал, что там можно стоять и смотреть. По две минуты для меня уже было перебором. Я стоил 15 секунд, ну все, я понял, ребят, дальше пошли. Но один раз я действительно увидел просто, которым не была близкая картина, причем был в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Там была какая-то выставка, я увидел картину, причем очень прикольную. И типа, короче, к чемпионату мира была нарисована картина, и много этих петхоп, типа они все на мяч смотрят. И там такие, короче, цвета были, прям, они прям приковывало внимание к себе. На ней я остановился минут на 10, еще возвращался к ней. Мне кажется, бывает такое, вам просто надо найти то, к чему будет гореть. В общем, мы рекомендуем вам сходить на выставки. Прямо сейчас в музее ИЗО можно посмотреть работы живописца Федора Богородского. Эта выставка продлится до 28 июля. Еще эта неделя последний шанс увидеть работы Олега Врачева. Фотовыставка, посвященная его юбилею, сейчас проходит на Володарского, 13. И отметим также, что 5 июля открывается выставка детского конкурса рисунка «Владимир Даль. Гений Евразии». Открытие состоится в 15.00 в главном здании музея ИЗО. Когда вы последний раз были в кино, но кино-то уж точно вы должны были ходить, и что там видели? В кино я последний раз был год назад с детьми, со своими спортсменами. Я смотрел фильм «Движение вверх». А что, и дядьки играют? Ну что, прям сейчас в флот пройти, а? Да можно. Пас у него хороший. Держать дэм, чтобы на площадке не думать, а делать. И делать очень быстро. Полет – естественное состояние баскетболиста. А теперь замерли в воздухе. Матилашка такая для спортсменов. Спортсмены все вышли, особенно маленькие. И сразу подачи ко мне, иначе спрашивай, когда следующая тренировка. Когда мы можем прийти в зал, чтобы потренироваться лишний раз. То есть мне по расписанию, да. Окей. На этой неделе у нас выходит «Человек-пауков», «Далее от дома», вторая часть. Куда не пойду, всюду вижу его. Мне его не хватает. Знаю, мне тоже. Вряд ли Тони решился бы на такое. Не будь он уверен, что ты продолжишь его дело. Ты станешь новым «Железным человеком»? Стал бы, да некогда. За всю полицию отдуваюсь. Ты чё? Да шучу я. Успехов в работе, ну а я на каникулы в Европу. Вы слышали про, скорее всего, «Мстители. Финал», про эту истерию, когда все ходили, только не спойлери, только не спойлери. «Человек-паук», вам близко, нет? Я первую серию посмотрел, и потом мне не особо понравился, больше я не этот какой-то «Человек-паук», для меня кончился, да. Но мне кажется, почему-то, что супергеройская тема должна быть близка спортсменам, это же типа... Мне наоборот кажется, что спортсмены все такие позитивные люди, и им больше комедия. Комедия, где можно посмеяться, где можно лишний раз выпустить эмоции. Но на самом деле, помимо «Человека-паука», на этой неделе еще выходит комедия «Ибица». И куда едешь? На Ибицу? Ха-ха-ха, каникулы мечты для старпера-ортопеда. Так, ладно, погнали. Это рай! Это такая классическая комедия, когда вот есть какая-то компания, она едет отдыхать, и на отдыхе с ними случаются всякие смешные, забавные ситуации. Вот на это сходили бы в кино? На это бы сходил, потому что я пересмотрел все эти серии «С мальчишника в Вегасе», да, вот все серии мне очень понравились, и там, и посмеялся, там, даже толстенький актер вот этот прям вообще над ним смеялся очень долго. Но нет такого момента, что жалко отдавать деньги за комедию, то есть вы, условно говоря, можете посмотреть ее дома, у себя. Где я так могу посмеяться, чтобы зарядиться, как ни в кино, почему нет? Ну, то есть для вас важна сама атмосфера? Ну, да. «Человек-паука вдали от дома» и «Ибица» стартуют в прокате с 4 июля. Время и стоимость билетов вы можете уточнить на сайте тех кинотеатров, которые собрались посетить. Если мы говорим про просмотр, не могу не спросить про спортивный просмотр из видов спорта, что смотрите, ну, допустим, кроме фехтования. Я очень увлекаюсь хоккеем, сам играю вот здесь, в любительской лиге, в команде любительской. И я болельщик Салат-Улаева, так как я из Уфы, и не пропускаю ни одного матча своего клуба. Когда я был в Уфе и находился там между сборами, я приходил на Ариану, меня там все знали. А в Оренбурге на хоккей не ходили? Был пару раз, но на Сарматах, да, это, ну, как бы не сравнится с континентальной хоккейной лиги. Чем не нравится, только в Сарматах они все такие задорные, ну, вся молодежь там вот играет, и там вот нравится, потому что там все быстро. Чего не хватает в Оренбургской области, это ведение моды на спорт, популяризации спорта. Вот сейчас вот в Башкирии идет проект «Марафон спортивных событий». В рамках этого проекта все известные спортсмены, все чемпионы едут по мелким городам Башкирии, там, и деревням, и пытаются там внести какие-то такие поправки, и чтобы это было модно заниматься спортом. Без разницы, какой вид спорта, но то, что если приедет чемпион и скажет, вот это вот круто, вот этим занимайтесь, то много молодежи последует вот этому примеру и начнут заниматься. Если скажет депутат, мальчик, уйди занимайся спортом, то, мне кажется, мальчик не пойдет заниматься спортом. А если придет такой спортсмен с медалями, давай занимайся спортом, будешь как я, тогда вот он подумает. Ну вот, если чуть ближе к культуре, все-таки у нас все достаточно хорошо или, скорее, не очень хорошо? В плане культуры, но, наверное, не очень хорошо, потому что я ничего не вижу такого там в рекламах, чтобы меня там, чтобы меня заинтересовало, и чтобы я прям решил пойти в театр. Но в Уфе вы чаще ходили куда-то, чем здесь? Ну, в Уфе это, наверное, не для того, что там что-то реклама хорошая или еще что-то. У меня просто родители в культуре, и они там звали меня, давай сходим в театр, или там сходи на мою премьеру, сходи на мой сегодня концерт. Ну, тогда я шел. А какого формата, может быть, нам не хватает по событиям? Что бы такого вот анонсировали, и вы такие... Да, класс, пойду. Я не пропущу это. Я не поеду на Олимпиаду, но вот это я не пропущу. Ну, если бы приехала какая-нибудь личность, например, там, B2 или вот сейчас Шнур в Сномаре выступал, вот тогда бы я точно пошел. Любая группа, которая играет на гитаре, даже если ДДТ приедет, то я вот схожу обязательно, потому что еще я люблю на гитаре играть, и мне вот нравится вот это направление. А из современных исполнителей в плане, может быть, не только роковых, там, допустим, рэп? Ну, Федук мне нравится, на самом деле, эти всякие его, ну, такие факсивые песенки, где там хлопья летят наверх, типа такого. В общем, событий в городе на самом деле не так, чтобы очень много, и в основном почему-то все в музеях происходит, но тем не менее мы стараемся для вас находить что-то интересное. И мы это... Дарья Казакова, я Алексей Чернов, и помогал сегодня нам разбираться в том, куда стоит сходить, куда сходить не стоит в спортивных жизней нашего города. Эрика Хамзин, спасибо вам большое, что сегодня пришли. На этом мы заканчиваем еще раз. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok